всем привет сегодня вам хотел показать вам новый проект который недавно относительно вышел это у нас модель t6 то есть такая бюджет некая модель с hd качеством бывает этот проектор двух цветов как и красный как на коробке указан так и серебристый довольно симпатично все смотрится вот такая вот принципе его оригинальная упаковочка здесь есть краткая информация кому интересно 30 тысяч часов лампы лет лампы так дальше все что видите сейчас на экранах это сандартная комплектация этого проектора то есть это сам проектор это пульт дистанционного управления кстати такой пульт минималистичный дизайн у меня уже был на других проекторах минимум кнопок по всей основной такие полезные например от у меня еще есть другого проектора по моему bt 96 плюс moon то есть такая же принципе только вот эта кнопочка дом здесь есть здесь просто на отображал по-другому все остальное то же самое принципе здесь от бин так как бы бренд вот пульт питается 2 батареек типа 3 а в комплекте батарейки не идут так что имейте ввиду докупайте отдельно также такой силовой кабель для подключения проектора в розетку инструкция на английском языке черно-белом такая простенькая принципе и аудио-видео кабель для подключения каких-нибудь аудио-видео устройств принципе телевизор можно подключить и все чтобы показывать на телевизоре можно смотреть на проекторе на стене например на всю стену сделать телевизор вам тоже довольно интересно ну или там какую-то акустику хорошую включить например там 9 дик к примеру тоже можно подключить так давайте к саму проектору перейдем проектор у нас t6 модель как я сказал спереди у нас такая вот интересная штука чем он у меня напоминает как бы слегка мне напомнил у меня какой-то такой mpu был в смысле принтер какой на функциональное устройство надеюсь вам тоже видно да то есть спереди у нас такая необычная штука что вот здесь лампа закрыта что еще необычного что есть включается проектор например первый раз когда вы получаете примеру у вас пульта он не включается то есть нужно открыть до конца полностью до конца чтобы аж защелкнулась сюда вот тогда он сам включается получается то есть там как бы кнопочка такая есть специальная также самое когда чуть подтяните она сразу выключается то есть проектор выключается таким образом довольно интересно сделали такую штуку и очень удобно почему других проекторах так не сделать очень удобно что сразу закрывается у вас лампа но смысле лиза то есть не пыль не не попадает также спереди имеется такой инфракрасный порт для пульта также он еще находится сзади то есть два таких инфракрасных порта это очень удобно для пульта чтобы например конкретно не целится в точку на проекторе бывает у меня такие некоторые проекторы попытались что нужно конкретно целится это очень неудобно особенно проектор когда стоит за тобой например нужно обходить его чтобы еще это очень меня бесило здесь можно даже просто на экран например целится и у вас бы переключаться неплохо так здесь собственно больше ничего нет с правой стороны здесь стоит но смысле здесь такой радиатор отсюда же выходит горячий воздух охлаждает ваш светодиод и здесь также еще снизу тоже такая это получается одно и то же выдувает и снизу и отсюда тоже теплый воздух решеточка также у нас здесь стоит динамик указано что здесь стереодинамик но здесь по-моему он один отсюда получается только звук играет но довольно чистый громкий динамик то есть я потом сейчас включу на на экране и включу сами послушайте принципе он не хрипит он очень громкий довольно хороший также у нас впереди указано надеюсь вам видно видео ethernet то есть здесь был разъем под ethernet под интернет кабель она бывает в версии под android это у нас версия без android поэтому здесь этого разъема нет поэтому так и осталось писать но здесь имеется hdmi разъем для подключения к примеру там компьютер к ноутбуку очень удобно например подключать компьютер и все что будет поддерживать компьютер то и будет воспроизводить этот проектор в смысле он воспроизводит только видео а колонки которые подключены например компьютер будет воспроизводить любой звук то есть ac3 тоже также здесь имеется для наушников разъемчик 3.5 джек также имеется аудио-видеоразъемчик для подключения тоже аудио-видео вот этот пример кабелька дальше у нас два usb разъема для подключения различных флешек примера чтобы смотреть фильм из флешек или других накопителей очень удобно принципе тоже но ac3 звук не поддерживается этого минус можно сказать этого проектора поэтому так что смотрите сами сразу говорю но если подключать через тот же ноутбук как я говорю или компьютер и колонки которые подключены к компьютеру будут воспроизводить ac3 без проблем у меня например я смотрю дома у себя только через компьютер у меня намного так лучше даже видео 4k спокойно можно включать и без проблем проектор воспроизводит любые видео файлы и вам советую дальше на задней части здесь имеется еще несколько разъемов это у нас VGA разъем к примеру тоже к ноутбуку можно подключать или тому же к компьютеру такой аналоговый разъем видеосигнала инфакрасный порт как мы только что сказали здесь такая вот решетка для вдува воздуха то есть сюда заходит воздух свежий для охлаждения светодиода и lcd также еще имеется вот разъемчик для питания собственно питанием который идет в комплекте блок питания здесь встроенный здесь не отдельно он выходит здесь также он охлаждается то есть и снизу тоже вот эта вот часть получается блок питания там стоит и с этой стороны у нас тоже видно вот решеточка с блоком питания здесь просто тоже выходит теплый воздух от блока питания здесь также имеется вот две регулировки не знаю видно плохо наверно видно здесь получается колесико двойное получается широкая которая то фокус регулирует расстояние и коротенько такое это кейстон то есть трапецию регулирует плюс минус 15 градусов по вертикали также на нижней части на нижней части проектора здесь как бы ничего нет здесь просто вот клетчика просто указано что то он сидел от проектор здесь просто имеется такое разъемчик для того чтобы можно было вкрутить тот же штатив примеру или можно такой кронштейн например на потолок найти если вы найдете можно прикрутить еще к потолку то есть здесь функция тоже переворачивания экрана для того чтобы смотреть вверх ногами то есть потолку подвешенным четыре прорезиненных ножички для устойчивости здесь к сожалению нет такого например чтобы регулировать высоту разве что может был где-то в комплекте но почему-то здесь конкретно не было но хотя в комплекте это все что я показал это обычный стандартный комплект это если у вас есть например такой болтик например можете ими регулировать знаете как бывает в проекторах такие так все здесь как бы больше ничего с верхней части на верхней части как я говорю по концу у принципе похоже как на принтер только миниатюрный здесь кнопки управления кнопка назад кнопка перехода в различные разъемы там на земле и джей например и юсб и тому подобное также джойстик и левого правого верхние собственно переключение по менюшке собственно само меню настроек все как бы здесь больше ничего нет вот серебристый интересный цвет пластик матовый довольно все красиво проектор как я сказал с родным и и разрешением то есть это и бюджетный проектор с поддержкой воспроизведения full hd без проблем видео и с флешки конечно же через компьютер можно и 4к даже сприду воспроизвести и спокойно смотреть воспроизводят этот проектор на от 30 дюймов экрана достали 175 получается по моему чтоб вы знали 175 дюймов примерно это где-то на 3 метра шириной и 2 метра высотой примерно где-то так то есть это читай и целая стена у вас займет также здесь заявлена яркость лампы 3500 люмен конечно китайских люмен в реальности наверно чуть меньше но тем не менее здесь неплохой принципе свет сейчас давайте переключимся на экран посмотрим как он воспроизводит более подробно уже посмотрите сами что себя представляет цвета четкость яркость и тому подобное переключаемся итак запустили мы этот проектор собственно вот таким образом выглядит у нас первое меню то есть атака переключение то есть здесь есть несколько раз режимов переключения через VGA, HDMI, аудио-видеоразъем и две USB-шки также можно перейти в настройки настройки собственно выглядит вот таким образом в принципе стандартно как и у большинства проекторов модель картинка пользовательский режим то есть можно по-своему настраивать или стандарт например как я сейчас поставил давайте включу например USB флешку также здесь можно переключаться как через видео так и через музыку фото включать и документы в смысле читать там давайте к примеру включим флешку через видео что-нибудь какой-нибудь файл с флешки запустим видео которое у меня принципе здесь с кодеком ac3 ac3 как видим не читает то есть видео воспроизводит давайте звук включу видео воспроизводит но звук звука нет принципе получается но картинка в принципе даже неплохая скажу так вот для бюджетного проектора это очень даже неплохо видео У меня, кстати, на видео где-то сейчас стоит около 70-80 дюймов экран, где-то примерно так 70-80 дюймов его можно поставить в принципе и побольше у меня просто если дальше поставить, то у меня выходит там кусок дивана даже забирает, то есть вам края просто не смогу показать диван мешает, чтобы поставить ровно в общем, как вы видите, довольно неплохо в принципе смотрится картинка, цвета очень такие красивые даже давайте дальше перейдем перейдем еще к музыке, посмотрим на звук все-таки проверим, как играет нас колонка сделаем еще по максимуму громкость сделаем еще по максимуму громкость я не знаю я не знаю колонка колонка меня в принципе удивила она действительно играет чисто, даже на максимум не репит ничего то есть звук еще даже очень даже неплохой скажу, конечно не самый хороший там не супер баса крутые но здесь тем не менее нормальные баса стоят и довольно чисто играет для проектора это очень даже неплохо тем более бюджетного дальше выходим, давайте перейдем в папку фото, посмотрим картинки проверим по четкости, что покажет так, запускаем наши фото текст в принципе очень неплохо читается даже видно мелкий шрифт кстати вы также можете обратить внимание на звук от проектора камера стоит на самом проекторе в принципе там сантиметров 10 максимум то есть над проектором такой в принципе средний звук довольно тихий можно сказать в основном практически все проекторы вот так вот шумят имею ввиду LCD проекторы цвета довольно яркие в принципе сочные контраст такой даже в принципе неплохой за эту цену белый хотелось бы чтобы был лучше он такой в принципе белый но хотелось бы я видел гораздо белее черный достаточно в принципе черный хотя более глубокий это уже в очень дорогих проекторах надеюсь вам камера передает все потому что четкость здесь в принципе неплохая на камере не знаю как вам будет видно то что я вижу здесь довольно хорошая картинка яркая сочная хорошая картинка на этом думаю тогда все будем заканчивать я думаю вы поняли по тестам этим насколько все это все хорошо показывает в общем пока выходим зайдем еще раз в меню то есть посмотрим модель картинка ну это в принципе в смысле цвета можно настраивать также извиняюсь вышел также цветовая температура также у нас режим 16.9 или 4 на 3 будет автоматически пусть стоит также можно перевернуть верх ногами то есть в зависимости от положения где будет стоять проектор можно в принципе на какой-нибудь кронштейн к потолку подвесить и можно перевернуть его будет нормально показывать так дальше режим звука баланс в принципе встроенного динамика он здесь я так понимаю один играет но он довольно ой опять вышел извиняюсь но он довольно такой глубокий как как будто бы действительно играет стерео динамик так таймер сна то есть можно опять же выключать как телевизор получается по времени языков здесь большое количество я здесь выбрал в принципе сразу же русский здесь можно обновить прошивку если у вас будет прошивка закинули на флешку корень диска я просто здесь запустили у вас появится подтвердить будет да нет например выбирайте да и человек через пару секунд он перезагрузится в проектор и все и там быстро перепрошивается вообще моментально здесь менюшка примитивная поэтому все быстро здесь как видим не все переведено а я в принципе сбросил получается случайно язык не тот выбрал ну ладно выбираем туда заново русский выбираем ну да здесь все равно не все переведено некоторые в принципе слова будете догадываться ладно с этим думаю разберетесь проектор в принципе довольно неплохой давайте еще покажу как он будет работать в режиме освещения давайте включить свет на минимальный свет у меня включился это побольше то есть хорошая лампочка и здесь у меня еще по бокам точки стоят по всей квартире по всей комнате то есть максимальный свет давайте так сразу и покажу освещается у меня все теперь давайте открою шторку чтобы показать как работает дневной свет я думаю вы увидели сразу на экране как шторка поднималась у меня серый экран как видим у меня здесь дневной свет получается белый день на улице то есть час дня так что в таком в принципе свете даже в принципе при полном свете у нас еще картинка видна бывает на проекторах вообще уже не видно ничего здесь даже еще видно также поставил этот проектор на просто свою стену она салатовая стена такая на обоях в принципе как видите и довольно видно то есть у меня еще тут окно открыто то есть свет светится дневной давайте включим например что-нибудь опять же видео запустим и пусть себе играет то есть как видите даже на обоях обычно в дневной свет сейчас шторку закрою посмотрите как будет меняться цвет на обычных обоях в темноте вот такое изображение тоже кстати очень даже неплохо реально неплохо смотрится я здесь поставил где-то два метра от стены получается около 90 дюймов получился экран правда я что-то не проверил подстроил ли я резкость или нет но в принципе это пизо вроде нормально ладно давайте тогда еще попробуем на потолке так я еще включил в принципе на потолке посмотрим это на обычном белом шпаклевочном потолке тоже получается где-то около двух метров чуть меньше может экран довольно большой получился как видите тоже отличные цвета давайте еще включу свет ну в смысле открою окно вот у меня под открытым окном получается опять же белый свет на улице как раз картинка такая не совсем удачная в принципе попалась чтобы что-то увидеть я надеюсь вам видно то есть в принципе все довольно видно даже днем правда не так хорошо как в темноте но тем не менее этот проектор справляется как и в принципе более дорогие модели с hg качеством ладно на этом тогда будем заканчивать думаю вам понятно будем выключаться итак друзья подведем итоги я думаю вы увидели все что хотели я постарался в принципе по максимуму показать что конкретно АРСЗБPro.еектор представляет вместе И при темноте, и в приключенном свете То есть Все, что можно было, я показал А вы себе уже делаете сами Вывод Также хотел отметить, что этот проектор не поддерживает AC3 кодек Но вы сами видели, как на видео я показал Здесь AC3 не читает Как большинство проекторов Практически любые проекторы бюджетные Не читают AC3, очень редко какие читают Но они обычно дороже стоят Но можно смотреть видео Или сконвертировав в другой формат Звук, например MP3 Или еще какой-нибудь другой формат Или же просто смотреть из компьютера То есть без проблем Как я обычно делаю с крышечкой Мне очень понравилась эта функция, что закрывать, открывать То есть когда вы Открыли, защелкнули Проектор сам включился И когда закрыли Сам выключился Но когда, например, вы открыли И выключили с пульта То в следующий раз Уже пультом можно включать обратно То есть если когда вы открыли Выключили с пульта Потом закрыли крышечку Все равно с пульта можно уже выключать Включать То есть в следующий раз Когда уже будет закрытая крышка С пульта Можно будет тоже его включить Это прикольно Сделали, конечно, так Но когда вы открыли А потом закрыли Без выключения с пульта То тогда уже будет Выключаться И включаться только крышечкой В смысле Таким режимом Я думаю, вы привыкнете В принципе, это очень удобно Что линза закрывается Вот эта часть, кстати Когда вы включаете Проектор засвечивается То есть это такой длинный Длинная лампочка такая Она там красным светит Когда выключенная, к примеру Или зеленым, когда включенная Довольно симпатично смотрится Яркости, как для этой цены Вполне, в принципе Очень даже неплохо хватает По моему мнению В отличие от других проекторов Которые я видел тоже Он очень даже неплохой За свои деньги Я думаю, стоит вполне Ссылку, где его можно купить Вы можете посмотреть под видео Под этим видео Я выложу, в принципе, ссылочку Сами можете посмотреть Актуальную цену По-моему, 80 с чем-то долларов Он стоит Это довольно низкая цена Я считаю, за такой проектор Так что, в принципе Вполне можете смело покупать На этом тогда будем заканчивать Я думаю Я надеюсь, вам помог Всем пока До скорой встречи Подписывайтесь И ставьте палец вверх Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok